Пройти торжественно и без происшествий. Такое поручение дал Борис Дубровский. Глава региона отметил, что первомайские праздники провели на хорошем уровне. Главе Челябинска Евгению Тевтелеву губернатор поручил завершить уборку города и посоветовал чаще ходить пешком. Есть центральные улицы, где можно уже ставить оценки там хорошо и хорошо с минусом. Но есть, конечно, места, где еще надо и надо сильно работать. Сегодня мы просто пошли по центру города случайным образом. Мы все вместе убедились, что есть за что критиковать нам друг друга. Губернатор также отметил, что особое внимание 9 мая нужно уделить безопасности в местах массового скопления людей и по маршрутам движения праздничных колонн. Там, где будут ветераны войны и просто пожилые люди, глава региона поручил обеспечить дежурство машин скорой помощи. И сегодня Борис Дубровский навестил участников войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей в социальном доме. Одному из его жителей сообщил радостную новость. Ко дню победы ветеран Великой Отечественной войны получит не только поздравления, но и ключи от новой квартиры. Во время такой речи многие ветераны не смогли сдержать слез. Василий Жерзев поспешил пожать руку Борису Дубровскому. Кроме поздравлений и концерта он поблагодарил главу региона за новую квартиру, в которую въедет в ближайшее время. Получил на покупку жилья правительственную субсидию. Поздравления от такого человека, губернатора, никого не будет. Очень хорошие впечатления остались. Он с нами поздоровался, по рукам, что все подал. Хорошо. Кроме того, в этом году в Челябинской области еще 86 ветеранов смогут по указу президента России получить жилищные сертификаты. Среди них 7 участников боевых действий инвалидов Великой Отечественной войны. Все они получат документы до 9 мая. В настоящее время уже 81 ветерану оформлено уведомление на получение жилищной субсидии. На эти цели из федерального бюджета выделено больше 93 миллионов рублей.